коротко докладываю как я прожил лишних 30 лет а где бы мне найти свою фотографию хотя бы давайте вот эту а то как-то смотреть на мертвое дерево и рассказывать как-то не вяжется как-то не вяжется как тимошка что с тебя вырастет допустим здесь и так и так значит сожженные бронхи потому что это касается многих из вас у нас сейчас количество астматических болезней увеличивается геометрической прогрессии причина знаете почему не развитые легкие застой а почему образ жизни у вас у всех скажите что не так многие из вас с кузнецом работают в это или это сейчас все больше дистанционного управления это компьютер и так значит бронхи сожжены хлором я герой жизнь должна была прекратиться 45 47 лет почему бронхи не защищают они должны защищать легкие от инфекции инфекция завелась неизвестно какая я крепкий мужик очень крепкий я не шучу и вот получалось ну несмотря на полноту со мной никто не мог угнаться и вот значит самое интересное я приезжаю какая-то команда с ним с него поступила я будущее дерево скай или этот самый потанин вот все так считали бросая все везу сюда простым мастером и что дальше а дальше наступает зима а и не все не замерзает а температура 12 градусов зимой так вот и проруби не надо вот а я каждую ночь умирал я больше уже не мог спастись невозможно от этого вот смерть уже была тут потому что каждый раз дыхание восстанавливается подсознание то есть когда я терял сознание я пережил десятки смертей натуральных то есть это оставалось доли секунды и так продолжалось долго-долго я полез венесей декабрь месяц температура 30-40 градусов в этом промежутке ночь опыт 0 если смогу говорить я именинник мне 71 я имею право говорить о своем опыте опыт 0 ума не хватило даже так что пуговицы заплывы делал босиком возвращался к камни прилипали к боссом подошву боссом вот одевался негнущимся пальцами не мог долго мерз как капитально потому что пуговицы не застегивались появлялся опыт я сцепил зубы я ждал момента которым я читал в одной из умнейших книг однажды когда я вынырну ободрусь оделась по мне должна пробежаться горячая волна многие слышали про это а я прочел в одной книге и уверовал и вот где-то на 5 или 7 а плыву 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 заканчивается сила заканчивается тепло в организме а меня сносит метров на 50 на 100 хотя и грибу против течения пешком возвращаюсь одеваюсь на 5-7 раз волна пришла горячая волна прошла пронзила все тело я понял она спасение еще по инерции десяток раз плавал появился опыт уделюсь этим опытом потому что не один подыхаю просто ходить по врачам и это не мужское дело и так как это выглядит последний опыт ну в одежде делать активную зарядку тело перегревается и она не боится перегревать тело когда ходишь не боится что спотеешь замерзешь то есть просудишься когда заходишь в ледяную воду раз главное я приносил с собой ходил сюда пешком ночью в темноте один вот без всяких этих желающих со мной ходить не было и смотрите как это просто прихожу нырнул также вынырнул вот она мне толстые носки голые голые только плавка и толстые носки не боялся порезать ноги не боялся колодцы не прилипали камни к подошвам мерзлые камни потом отрывать приходилось толстых шестяных носках возвращаюсь подхожу становлюсь на одеяло ноги вставляю валенки приготовлены шапку на мокрую голову лысую и теплый халат и потом нас к королю не спеша уже наоборот растягиваю удовольствие я под халатом растираю тело полотенцем я совершенно не мерзла слушаю николай георгиевич николай георгиевич ты как всегда умудряешься позвонить когда у меня вебинар а я всем говорю меня сейчас поздравляет и для меня за переполнять гордостью не просто сергеев а сам сергеев сейчас когда нет ладенкова больше вашем районе таких гигантов не осталось и для меня это я все слышал николай георгиевич сергеев последний из магикан весь урал и на урале на урале на урале я гиганты это остальное ну чуть ниже извини хоть и со скромности готов это умереть но это так какое объявление у меня ну-ка может всем интересно нет такого а ты не фиду это не не николай динком не мой клон а ты мишу за этот самый сорт такой но извини речь-то о деревьях идет асадада саженцах они о том что кто из нас чей клон я по-другому говорил я говорил латинкове железо это два сапога ну получилось двояко латинков клон железо это речь идет о саженце а выдающийся в сортах так ну-ка все слышат артия включил громкий звук говори вот значит но абрикосов у нас было маленький совсем урожай если прошло позапрошлому году по 15 ветер собирать а то в этом одно ветро я считаю что это за счет того что у нас морозы были минус 38 градусов они недели стояли цветочные почки у абрикосов подерживают минус 35 градусов а дальше они начинают погибать на некоторых некоторые сортали более морозосточенные на них на отдельных ветках были хорошие урожай абрикосов и абрикос сейчас значит у нас сумасшедший урожай винограда просто сумасшедший у нас первая середина апреля температура от 30 до 40 градусов каждый день дождей не было в дожди пошли только чередины и минутные ветви от дожди и в связи с этим все сдвинулось абрикосы которые поспевают сентября их неделю назад собрал последние потому что они поспели значит сейчас перчики уже начали наливаться то есть они поспели понятно так никогда все продолжаю вебинар тебя все слышали спасибо за поздравление что не забыл не знаю никогда потому что все время другие люди даже они заходят пол вебинара устали другие в середине опоздали я понятия не имею если хочешь обратиться своим землякам давай говорим все слышат я значит что значит мне предложили провести организовать и провести круглый стол на выставке он будет 19 августа а точнее лучше сейчас не запоминать напиши еще мои гостевой ладно слушая я тебя обращаюсь как одному из ведущих садоводов всей россии значит скажи пожалуйста и плоды с дерева которые не подходили секатором и плоды с изувеченными полезного дерева с целью увеличения урожая есть такая технология они одинаково полезны нет конечно потому что у них для поля тогда нарушена господи лучше деревья вырахивать из семечек потому что все вот эти прививки которые сделаны у подвое одно пиаполе у привода другое пиаполе это очень хорошо видно на на розах привитых на шиповник если только чуть пиаполе роза слабо там в связи с внешними ну скажем с маргурами там зимовкой то сразу просыпаются спящие почки на шиповнике и вы получаете шиповник все понятно так ты яблонь значит вот смотри тогда ко мне приезжал этот писатель Курдюмов мы ездили с ним в заброшенный сад колхозный так вот самое интересное что большинство грушку стояло на прививках а большинство яблонь пропало и вот они там идешь по лесу а яблонь там ураски нырные такие вот ну те которые были в 60-х годах то есть этот сад до сих пор живой и вместо них растут различные яички то есть яички остались а сами прививки погибли так я все спасибо за поздравление спасибо все такие такие люди как ты вот хоть и мы не договаривались это случайно но второй случай подряд вот как будто небо помогает такие люди украшают наш вебинар придает ему придает им авторитет до свидания тебя тоже хорошо провести слет так вот наш друг николай георгиевич сергеев самый талант для организаторов слета в россии говорю скромно но с вкусом вот если бы не он не было бы моих выступлений не было бы этих фильмов вот вот на тот момент удалось достигнуть максимум популярности авторитета благодаря его выдающимся организаторским способностям сейчас правда с удовольствием охереют я не знаю как он проведет не знаю ну что чтобы закончить мой поучительный рассказ как я прожил 30 лет я скажу что вот с этими вот улучшениями значит когда выскакиваешь с ледяной воды прыгаешь валенки закутываешься в этот самый халат одеваешь шапку в шанку вот после этого сразу моментально все исчезает холод исчезает чувствую себя таким крепким сразу расправляется грудь и через несколько минут приходит горячая волна вот а у меня были такие проблемы переехать на завод сразу попасть в цепки руки докторов бронхит за бронхитом бронхи сожжены и после этой дичайшей процедуры о которой я рассказал на грани вымирания так как динозавр должен был вымереть вот это было даже не выплыть как сердце выдержало этот лютый мороз вот я должен был заболеть заболеть вместо этого волна за волной горячей и у меня не только прекратилось на всю жизнь все пор прошло 30 лет больше 35 36 у меня не только это все исчезло у меня даже бронхит исчез навсегда тот самый чуть что температура вот больничный выводят при этом производство говорят пойдешь на склад массивом работать это мне специалист вот все я себя спас у меня еще есть несколько таких как вылечить шпоры как вылечить еще и то и то и то это будет другой раз значит в наше время истекло я надеюсь какую то пользу я принял вот я еще раз говорю если 100 человек повторит мой путь 99 избавиться от страшнейших болезни например от астмы но сотый умрет вот то есть слабое звено всегда есть и повторять мой путь говорить идите к доктору он нас далеко пошлет с этой идеей моржевать он ответственность не возьмет надо рисковать самому или не рисковать или медленно гнить 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 вот а мои друзья умирали в 40 лет в 50 лет в 60 сейчас уже почти 100 почти никого ровесников не осталось я с чем переживаю это сказать 10 лет назад меня бы полгорода пришло хоронить или 15 лет назад бесконечные эти телевизионные съемки бесконечные сейчас тишина наши семейцы я переживаю только об одном друзья извините это мой праздник поэтому выговаривали до конца я переживаю что хоронить будет некому пережил почти всех тяжелые были времена производство алюминия производство мои друзья те которые сейчас меня слышат или которые умерли как лодинков тоже металлурги энергетики производственники вы прожили настоящую тяжелую жизнь вот и наши 60-70 лет это есть средний возраст сейчас удержаться надо только одним чуть не сказал ныряйте в пророк но поймут неправильно все друзья что хотел сказал